В 20 веке люди создали настолько неразборчивое оружие массового уничтожения, что были убиты миллионы. И это смертельное оружие было продано простым людям. Но в попытке спасти жизни родилась наука. Она началась с новаторской работы группы военнодумцев. Учаясь на накопленных за полвека ошибках и недоразумениях, они создали автомобильную промышленность. И превратили моторизированное чудовище в чудо машиностроения. Науку-катастроф, посвященную гарантии того, что ваша следующая поездка на автомобиле не станет последней. Наука-катастроф. Автомобили. После полуночи 31 августа 1997 года управляемый шофером Мерседесом, чаще принцессу Уэльскую Диану, подъехал к туннелю под мостом Альма в центре Парижа. Его преследовали группы папарацци на мотоциклах. Водитель потерял контроль над Мерседесом и ударился в центральную опору. И врезался в противоположную стену. Двое пассажиров погибли на месте аварии. А позже в госпитале умерла и принцесса Диана. Выжил лишь ее телохранитель. Но при скорости 96 км в час могла ли такая авария быть смертельной? Что же пошло не так? Установлено, что во всем мире ежедневно в автавариях погибает более 3000 человек. Требуется лишь одна секунда, чтобы ваша любимая машина обернулась против вас. Но каким бы хаотичным ни было место происшествия, оно дает множество подсказок, помогающих специальным следователям узнать причину столкновения по сломанным костям и скрученному металлу. Люди получают травмы от падений, нападений и ожогов. Но самые серьезные раны люди получают в дорожно-транспортных происшествиях. Самые опасные ранения — груди, брюшной полости, таза и головы. Но после серьезной аварии врачи — не единственные профессионалы, приезжающие по вызову. Кроме аварийных служб, автопроизводители часто посылают на место аварии свои команды следователей. Они пытаются узнать, как сработали их системы безопасности и были ли ранены пассажиры. В конечном счете обломки могут оказаться здесь, на кладбище автомобилей. Ты всегда понимаешь, что от катастрофы тебя отделяют лишь секунды, и что все эти люди ездят, считая себя лучшими водителями в мире. Следователи, посланные автомобильными компаниями, анализируют информацию с тысячи автоаварий, чтобы увеличить ударопрочность своих транспортных средств. Сегодня автобезопасность является приоритетом дизайна и маркетинга, поэтому пассажиры должны быть защищены как никогда. Но пока случаются автоаварии, история безопасности автомобилей продолжается. Среди главных игроков на этом поприще — директора автокомпаний, ученые, рекламодатели. И, конечно же, покупатели машин. Все это началось с инновационной науки, но теперь многие из нас поездки на автомобили считают чем-то само собой разумеющимся. В конце 19 века первые самодвижущиеся экипажи Британии считались такими опасными, что их скорость ограничивалась шестью с половиной километрами в час. Люди так беспокоились за безопасность, что сделали такое странное изобретение, как сеть, которая сбивала пешехода с ног. Вероятно, это было самое безопасное время для вождения автомобиля, но к 20 веку на британских дорогах появилось больше машин, и максимальная скорость составляла 32 километра в час. Век безопасного вождения канул в лету. И автомобили стали большим бизнесом. Коммерческими аргументами были новизна и статус. А в автоавариях винили алкоголь, плохое вождение и невезение. Первая эра автомобилей началась в Германии. В начале 20 века машины стали обязательной покупкой для богатых. Они состояли из металлического листа, прибитого и прикрученного к деревянному каркасу. И у них отсутствовали такие простые детали, как сигнальные огни и дворники. Смотрите, что происходит, когда один из первых автомобилей проходит современное испытание на удар. Неприятная штука. Многие детали действовали как оружие. Зеркальное ветровое стекло разрезало лицо. Твердая приборная панель разбивала череп. А рулевое колесо протыкало водителя насквозь. Кроме того, на дорогах было мало правил. В первых европейских школах вождения обучали уходу, а не дорожной безопасности. И только в 1919 году в Детройте движение остановил первый в мире светофор. Массовое производство сделало автомобиль доступным для большего количества покупателей. Машина стала дешевой, но люди заплатили за это дорогую цену. В середине 1920-х на дорогах Америки погибло более полумиллиона человек. Но по другую сторону Атлантического океана. Скандинавский автопроизводитель верил в то, что детали безопасности должны считаться частью хорошего дизайна. В 1927 году создатели автомобилей марки «Вольво» Ассар Габрельсон и Густав Ларсон сказали «Машины водят люди, поэтому главным принципом, которым мы руководствуемся, создавая «Вольво», является безопасность». Они сосредоточились на деталях дизайна, отвечающих за самые распространенные причины травм. Автомобили были оснащены примитивным ветровым стеклом, поэтому даже малейшее столкновение могло закончиться ужасными порезами лица. Но даже тогда решение уже существовало. В 1903 году происшествие в лаборатории привело к открытию безопасного стекла. Французский химик Эдуард Бенедиктус уронил на пол стеклянную бутыль. Она разбилась, но не разлетелась на куски. Казалось, сухая нитроцеллюлоза покрыла бутыль изнутри адгезионным слоем, который удерживал куски вместе. Бенедиктус увидел в своем случайном изобретении потенциал, когда прочитал об автоаварии, в которой лицо маленькой девочки было изуродовано разлетающимся стеклом. Расстроганный этим происшествием, он вернулся в лабораторию и создал пласт целлюлоидного адгезива между двумя кусками стекла. Потребовалась одна конкретная авария, чтобы небьющееся ветровое стекло стало стандартом. 24 годами позже, в 1927 году, водитель-испытатель Форда был серьезно ранен осколками ветрового стекла. Это побудило Генри Форда вставить небьющееся стекло во все модели класса. В 1918 году, после Первой мировой войны, Америка стала ведущей страной по машиностроению. У Соединенных Штатов было все необходимое для массового производства машин. Техника, природные ресурсы, экономическая стабильность. Но в 1929 году крах фондовой биржи грозил уничтожить автомобильную промышленность, и производителям потребовалась новая маркетинговая стратегия. Пышный дизайн стал визуальным бегством от депрессии, а машина — символом будущего процветания. Во время Второй мировой войны автопромышленность сосредоточилась на военном производстве, но после войны дизайн потребительских машин снова поднялся на высшую ступень. Количество проданных машин увеличилось, и число автоаварий росло. К 50-м годам ежегодный процент аварийности достиг десятков тысяч случаев, и люди задумались о безопасности. Так начались первые кампании. Оповещавшие водителей об опасности быстрой езды. Активисты даже обратились к Голливуду и молодой звезде и успешному гонщику Джеймсу Дину с просьбой донести до масс-важности безопасной езды. У вас есть какой-нибудь особый совет для молодых автоводителей? Езжайте легче. Дороже себя никого нет. Но как бы иронично это ни было, вскоре после того, как было сделано это заявление, Дин сам попал в автокатастрофу. Вместе с механиком Рольфом Везеричем он направлялся на гонки в Селинас, штат Калифорния. Они неслись по шоссе 466 на новой машине Дина – Porsche Spyder. Но подъехав к перекрестку, они столкнулись с фордом купе, ехавшим по противоположной полосе. Возрича выбросило из машины, Дин скончался на месте. Многие автомобили 50-х годов были типа кабриолет, без трубчатого каркаса, который создали лишь в 80-х. В 1950-х дизайн определял внешний вид. И у водителя, попавшего в аварию, без ремня безопасности, были минимальные шансы на выживание. В современной машине Дин выжил бы. Но только не в кабриолете 50-х. Хотя он снялся всего в трех фильмах, его безвременная гибель возвела его до статуса легенды, а обломки машины были выставлены на показ. Легенда стала статистикой. В 1960-е новые магистрали изменили автомобильное дело. Так как вдоль каждой дороги имелись бензин, еда и ночлег, Америка пустилась в дорогу. Семьи отправились в путь. Но двигатели стали больше, и критики автокомпаний взывали о меньших и экономичных автомобилях. И чем больше семьи полагались на машины, тем больше общество понимало цену безопасности. В 1960-е положили начало науке катастроф. Профессор Лауренс Патрик и его ассистент Бад Мерц работали в Государственном университете Уэйна, штат Мичиган. В первой половине 60-х они начали проводить эксперименты по выживанию человека при ударе, результаты которых навсегда изменили науку катастроф. Бад Мерц вспоминает инновационный подход к исследованиям своего наставника. Его работа была связана с биомеханикой. Он изучал выносливость человека при ударе. Подопненными кроликами стали они сами. Они решились на то, чтобы получить в грудь удар 10-килограммового маятника. Совершили более 400 поездок на резко тормозящих санях, воспроизводящих эффект, врезающийся в стену машины, и сняли все это на пленку. Они придумывали все более находчивые способы нанесения ударов по разным частям тела, изобретая скорее инструменты пыток, чем научные приборы. Это была новая наука, и все, что мы делали, было ново. Некоторые эксперименты действовали лучше, чем другие. Например, они пытались узнать, какая сила нужна, чтобы оставить разные уровни кровоподтеков. Все это усердно проверяли и записывали. Испытания нападения проводили с помощью маленького ударного устройства в трубке. Ты лежал на столе, а трубка была подвешена у тебя над головой, и ее бросали с высоты 3, 5, 8 сантиметров. Потом все ходили с синяками на подбородке. Это было весело. Полученная ими информация вызвала настоящий прорыв. Она показала, что в одной автоаварии всегда происходит три основных столкновения. Первым является первоначальный удар машины. Затем человека сильно бросает в направлении этого удара. И, наконец, кровоподтеки, кровотечение и растяжение мускулов показали, что внутренние органы тоже бросало вперед. Это исследование позволило ученым узнать, как законы физики влияют на тело человека. Но болевой порог ограничивал уровень исследования Бада и Патрика. Они должны были найти другого добровольца. Того, кто мог бы вытерпеть боль. Если вы жили и умерли в районе Государственного университета Уэйна в середине 60-х и пожертвовали свое тело на благо науки, его могли использовать в испытаниях на удары. Тела обматывали бинтами, чтобы защитить их личность и уменьшить психологическое воздействие на исследователей, работавших с трупами. В школах трупы использовали студенты-медики. Тела позволяли нам проверить силу удара, выдержать которой кости просто не могли. Но даже у мертвых есть свои пределы. Одной из проблем работы с трупами являлось то, что они были старше, с возрастом крепость костей меняется, и мы должны были брать этого внимания. Программа использования трупов в испытаниях была кратковременной. Это было тяжело. Обертывание трупов требовало времени, и каждое тело можно было использовать лишь один-два раза. Наука требовала создания более выносливого двойника. Первые синтетические куклы были чем-то большим, чем манекены из витрины, с такими плохими привычками, как курение. Они не давали общего взгляда на детали ранений. Но они предоставляли ценные подсказки о выносливости человека к ранениям. И рождение кукол-испытателей стало огромным шагом к науке автобезопасности. Но автомобилестроению были необходимы данные из реальной жизни, критерии ранений, связанные с живым организмом. Например, сколько килограммов нужно, чтобы сломать кость. И в университете Уэйна была такая информация. Куклу-испытателя создали так, чтобы она воспроизводила реакцию человека и давала измерения, связанные с ранением. Ей дали вес среднего мужского тела и реалистичные движения суставов, структуру таза и гибкий позвоночник. Куклы последнего поколения стоят около 150 тысяч долларов каждая. Несмотря на то, что это куклы, они очень умные. Всего за долю секунды их датчики могут записать более 30 тысяч пунктов информации. И ученые все еще разбивают, бросают и мучают их сотни разных способов. Но самым ценным вкладом кукол было определение значения самой важной детали безопасности всех времен. И самой игнорируемой. В 30-х несколько американских медиков встроили в свои машины ремни безопасности, побуждая производителей поступить так же. Но ремень безопасности считался необходимой деталью только для гоночных автомобилей. Однако к 50-м он превратился в миф и слух, в результате чего общество завопило об опасности ремня безопасности. Водители утверждали, что если машина загорится или утонет, ремень безопасности станет ловушкой. Они считали, что в аварии лучше быть выброшенным из машины, чем остаться в заперти. Ремни безопасности не нравились людям. И они находили разные оправдания, чтобы не пристегиваться. И автопроизводителей, выпускавших машины с ремнями, было очень немного. Среди них Вольво был бесспорным лидером. Его специалисты по катастрофам уже отказались от простых поясных ремней, так как в аварии они не защищали голову. Они улучшили диагональный ремень, закреплявшийся поперек груди. Такой дизайн предотвращал раны головы, но все же имел множество изъянов. В аварии под таким ремнем тело может соскользнуть до самой шеи, что может закончиться серьезными травмами или даже обезглавливанием. Поэтому сотрудники Вольво вернулись к чертежным доскам и изобрели ремень безопасности с креплением в трех точках. Прикрепленный к каркасу автомобиля этот ремень стеснял движение двух сильнейших частей тела – бедер и груди. Современный стандарт – ремень с креплением в трех точках, запатентованный в 1958 году, единственная эффективная деталь безопасности в любом транспортном средстве. Но даже в 70-х мощнейшая автомобильная промышленность в мире не прислушивалась к советам. И дело было не только в ремнях. Несмотря на исследования, средства безопасности не являлись коммерческими аргументами, автокомпании их не использовали. И даже водители игнорировали статистику, утверждающую, что их машины – убийцы. Поэтому рекламодатели сосредоточились на стиле и характеристике. Выбирайте. Белая линия по корпусу и новая крыша над головой. Кто вы? Возможно, обо мне расскажут стереосистема, мягкие сидения и системы кондиционирования. Вы Джордж Адвенчер? Мой секрет раскрыт. Поехали, крошка, мы еще успеем на танцы. Но позже неизвестный выпускник Принстона и Гарвардской школы «Право» призвал правительству упорядочить эту промышленность. Ральф Нейбер стал юристом-активистом и кандидатом на пост президента, противостоящим силе больших корпораций. Находящийся в употреблении в США опаснейшие автомобили. В 1965 году Нейдер опубликовал противоречивую книгу, которая начала конфликт длиной в четверть века. В книге «В опасности на любой скорости» он утверждал, что компания General Motors производит опасные машины, игнорируя исследования в области науки катастроф. В авариях чаще становятся причиной серьезных или смертельных травм, чем автомобили других марок, используемых в этой стране. General Motors наняла команду, расследовавшую дело Нейдера, который впоследствии подал на General Motors в суд за вторжение в личную жизнь и получил компенсацию в размере 425 тысяч долларов. Затем, в 1966 году, основываясь на исследовании производителей и ученых, Конгресс США принял первый в Америке закона автобезопасности. Наиважнейшие нормы автомобильной безопасности, существующие в США по сей день. Первыми изменениями стали такие значительные улучшения, как подголовники, энергопоглощающие рули и, что самое важное, обязательное введение ремней безопасности. Но одного производителя критиковали за то, что он решил поставить доходы выше безопасности. Форд столкнулся с сильной конкуренцией в лице Фольксвагена и нескольких японских компаний, вошедших на американский рынок малолитражных машин. Обычно на создание новой машины уходит 4 года, но Форд всего за 2 года ввел в производство Пинта. Еще до его выпуска инженеры компании Форд открыли значительные изъяны дизайна. В некоторых испытаниях на удары сзади топливный бак Пинта повреждался, что часто приводило к взрыву и пожару. Но поточная линия Пинта уже была собрана и Форд пустил эту модель в продажу. Позже Форд утверждал, что был проведен анализ возможного риска и дохода, но некоторые его все еще критиковали за спешку. Наконец, в 1978 году Форд согласился с Министерством транспорта о прекращении продажи этой модели. Но остались другие автомобили и дизайны, приводящие к смерти и ранениям. Машины становились более скоростными, а столкновения более драматичными и смертельными. При ударе они все еще могли превратиться в ловушку. В 1967 году одна конкретная серьезная авария показала, насколько разрушающим может быть автомобиль. Ранним утром 29 июня на отрезке шоссе номер 90 в штате Луизиана Бьюик вез Джейн Мейнсфилд в Новый Орлеан. Видимость была невероятно плохой, и примерно в 7 минут пятого Бьюик врезался в медленно ехавший грузовик. Автомобиль попал под прицеп грузовика, крышу легковой машины снесло, и трое впереди сидящих пассажиров были убиты. Джейн Мейнсфилд получила ужасные смертельные раны головы. Металл срезал верхушку ее черепа. У Мейнсфилд были бы большие шансы на выживание в современной машине, так как сегодня каркас машины проектируют как защитную клетку, армированная конструкция которой отклоняет силу удара. Бытовало неправильное мнение о безопасности автомобиля. Чем крепче машина, тем она безопасней. Но десятилетия полученных ранений доказывали обратное. И начав поиски способов защиты автомобиля, наука катастроф открыла нечто важное для выживания пассажиров. После удара часто становится ясно, что чем хуже выглядит машина, тем больше везет ее пассажирам. Причина проста. Объекты, находящиеся в движении, излучают энергию. Чтобы остановить движущийся объект, требуется противодействующая сила. Это может произойти быстро или медленно. Ключом к современной науке катастроф является время, требующееся противодействующей силе, чтобы поглотить эту энергию при замедлении. Если передняя и задняя часть машины сконструированы так, чтобы мяться, большая часть силы удара будет поглощена до того, как она достигнет пассажиров. Этот участок поглощения энергии стал известен как зона смятия. Она важна для выживания, но ее одной недостаточно. Ваша машина создана, чтобы мяться при ударе. Но ваше лицо нет. У нефиксированных пассажиров разная физическая масса и энергия. Но встроенными ремнями безопасности все же редко кто пользовался. В Великобритании безопасность общественности стала одной из главных тем. В последнее время наблюдается самое интенсивное использование ремней безопасности за последние 15-20 лет. 20 лет назад в большинство отделений первой помощи поступали пациенты, которым медсестры всю ночь зашивали лицо, потому что они вылетели через лобовое стекло из-за того, что не пристегнули ремень безопасности. У людей, которые не пристегивают ремни безопасности и которых выбрасывают из автомобиля, вероятность получения серьезных и угрожающих жизни травм повышается на 300%. Но по другую сторону Атлантики этот совет игнорировали. В 80-м в Америке ремни безопасности пристегивало менее 25% водителей. Поэтому новые законы и кампании по безопасности попытались повысить степень информированности. Однако американская версия была менее устрашающей, чем британская. Давайте, дети, пристегивайтесь! Давайте, пристегивайтесь! И рекламы все еще имели небольшой успех. Поэтому правительство решило убрать выбор из уравнения. И ученые вернулись к чертежным доскам. Им нужно было разработать устройство, которое ограничило бы движение пассажиров. Нравилось им это или нет? Средство безопасности, которое люди не смогли бы контролировать. В результате была создана воздушная подушка, которая в то время считалась предельным пассивным ограничителем. Воздушную подушку изобрели в 50-х, но она появлялась даже в моделях 70-х годов. Однако первую систему ограничения воздушными подушками, ставшую стандартной, в 1988 году разработал Крайслер. Это был радикальный шаг к безопасности. Раскрытие воздушной подушки невероятно сильно. Для эффективности она должна раскрываться за долю секунды. Ученые изучали использование таких взрывчатых веществ, как порох. Инженеры работали над размером подушки, материалами и над тем, как она могла бы раскрыться через 30 миллисекунд после удара, при этом не убив пассажира. Это была нелегкая задача. Наконец, Крайслер нашел решение, которым стала тонкая нейлоновая ткань, упакованная в руль или приборную панель. При столкновении сила раскрытия равна удару о кирпичную стену на скорости 25 км в час. Интенсивное горение твердого топлива приводит к расширению газа, в результате чего подушка надувается и раскрывается со скоростью 320 км в час. После введения воздушная подушка спасала полторы тысячи жизней в год. Но темная сторона этой детали безопасности появилась позже. Согласно постановлению испытания воздушных подушек проводили только на куклах, представлявших среднего мужчину весом около 72 кг и ростом 1 метр и 75 сантиметров. Вскоре ученые установили, что воздушная подушка все же оставляет под угрозой самую уязвимую часть населения. Раскрывая со скоростью более 320 км в час, она наносит достаточно сильный удар, чтобы оторвать пальцы, сломать кости рук и лица, и даже убить. Подушку создали для удара в грудь среднего мужчины, но человека меньше ростом она могла ударить в лицо. Скорбящие семьи создали группу давления, которая вынудила автомобильную индустрию предупредить людей об опасности, которые воздушные подушки подвергают детей. Совет был очень поразительным. Никогда не сажайте детей перед воздушной подушкой. Но травмы получали не только дети. Жертвами становились также взрослые с меньшим весом. В основном женщины. Но ученые придумали решение. Автоматизированные системы, которые взвешивают и сканируют рост пассажира, а позже приспосабливают давление раскрытия воздушной подушки. Лучший способ проверить устройство безопасности — провести испытания на удар. Пять, четыре, три, два, один. Последний этап стратегии безопасности автопроизводителя. Сегодня каждую модель проверяют на разрушение. Снова, снова и снова. Задний маневр. Боковой удар. Столкновение с пешеходом. И кульминация — лобовое столкновение. Каждое испытание на удар стоит более ста тысяч долларов. Здесь, в штабе по безопасности «Вольво» в Швеции ученые разбивают более четырехсот машин в год. После испытания каждый разбитый автомобиль тщательно изучают и хранят на складе обломков. Чтобы подготовить машину, команде испытателей компании «Вольво» требуется шесть месяцев. Это испытание воспроизведет типичный и жесткий боковой удар. Стоящий автомобиль, в котором находятся трое пассажиров и водителей, со стороны пассажиров врежется машинам чащееся на скорости 96 км в час. В машине и вокруг нее встроено 20 быстрых камер, снимающих 3000 кадров в секунду. Для этих высокоскоростных камер требуется мощное освещение. Каждый из 32 лам дает 8 киловатт энергии. На самом деле они такие яркие, что их включают лишь за 5 секунд до удара, иначе они взорвутся. К машине подключено 200 разных датчиков, передающих информацию в центр управления. На подготовку автомобиля для испытаний на удар уходит 6 часов. Но столкновение завершается в мгновение ока, через 300 миллисекунд, а на обработку информации уходит полные три недели. Задача Томаса Броберга анализировать результаты этого бокового удара. При боковом ударе мы измеряем инерцию головы, силу и отклонение груди и силу удара, которая пришлась на таз и ноги. И основываясь на биомеханической информации, мы устанавливаем уровни выносливости человека. Но испытание на удар остается лабораторным экспериментом. И иногда шаг в сторону безопасности может открыть новую опасность. Это стало ясно в конце 80-х, в то время, когда машины больше, чем когда-либо защищали водителей и когда впервые в истории вероятность выживания была высока как никогда. Но что-то другое пошло не так. Жертвы серьезных аварий с боковым ударом выживали, но несколькими часами позже впадали в кому, результатом которой было повреждение мозга. Позже анализ испытаний на удар показывал, что кома была последствием сильного поперечного, а не прямого движения. Во время бокового удара растягиваются волокна, соединяющие оба полушария мозга. И когда нервные волокна разъединяются до точки разрыва, они безвозвратно повреждаются и мозг начинает опухать. За этим может последовать кома или даже смерть. В попытке смягчить эти эффекты автопроизводители сосредоточились на защите от бокового удара. Но они столкнулись с новой серией трудностей. У них есть лишь 16 сантиметров, в пределах которых нужно смягчить эффекты бокового удара. Но они настроены на успех. Как объясняет Ингрид Скогсмо из компании Вольво. В 1991 году мы представили систему защиты от боковых ударов. Это конструктивная система, в которой со стороны удара по автомобилю распределяется большая нагрузка. Если это не приносит результат, в 1994 году Вольво представил боковую воздушную подушку, которая раскрывается и защищает вашу грудь. Но голова остается незащищенной. И в 1998 году в автомобиле марки Вольво был встроен надувной занавес, который при ударе падает с крыши. С 1998 года все новые европейские автомобили должны проходить испытания на боковой удар. Эти эксперименты по разрушению при ударе являются связующим звеном между лабораторными данными и реальными ситуациями, в которые ежедневно попадают миллионы водителей. Компьютер эксперта по безопасности компании Вольво Джона Фредерика Гронуала 24 часа в сутки подключен к местным аварийным службам, которые получают вызовы на дорожные происшествия. Когда происходит реальная автокатастрофа, на место происшествия мчатся машины скорой помощи. И если одной из машин является Вольво, об этом извещают Джона Фредерика. Он решает, стоит ли на место аварии посылать следователей, которые должны там собрать всю необходимую информацию. Они документируют дорожные условия и делают все измерения. Затем машину отвозят в лабораторию для тщательного исследования. Эта машина сильно пострадала от бокового удара в серьезной автоаварии. Мы видим, что благодаря системе защиты от бокового удара здесь было достаточно пространства для выживания. Несмотря на то, что удар был очень сильным, эти крепкие конструктивные части берегут защитную клетку. Внутри кресло отодвигается в сторону, и тем самым пространство для выживания увеличивается. Информацию, собранную его командой исследователей, затем вводят в компьютеры. Это поможет проектировать и корректировать новые испытания на удар. В лаборатории у нас куклы, а в реальной жизни — реальные люди. Наша задача — сопоставить измерения, полученные благодаря куклам, с реальными ранениями. Джон Фредерик и его команда могут теперь использовать 50 лет информации, обработать ее с помощью новейшей программы, в результате чего и создают действительные испытания на удары. Благодаря компьютерным симуляциям стало возможно быстрее и точнее установить, как автомобиль поведет себя в аварии. Итак, сопоставив все результаты, какие выводы сделали врачи, ученые и автопроизводители? Как им создать максимально безопасный автомобиль? Самым важным открытием стало то, что, как правило, водители безрассудны. В конечном счете, в большинстве автокатастроф виновны ошибки водителей. Поэтому, чтобы разработать самую безопасную машину в мире, необходимо лишить контроля самое слабое звено в автомобильной безопасности. Водителя. Сейчас вы увидите, как далеко зашла автобезопасность. Водитель автомобиля, несущегося по автобану на скорости 240 км в час находится в сложной ситуации. Он снес дорожное ограждение и потерял контроль над машиной. Но чудесным образом он вышел из-за обломков не просто живым, но и целым и невредимым. Он обязан жизнью неудачи, а науке катастроф. Несмотря на достижения, с увеличением количества автомобилей на дорогах во многих странах также увеличивается число жертв автоаварий. И все же, когда ситуация выходит из-под контроля, люди винят дороги, погоду, машину и даже судьбу. Но веские доказательства показывают, что они неправы. Более 90% автокатастроф происходит по вине водителя. Во многих людях, севших за руль скоростной машины происходят перемены. Психологи установили, что чем безопаснее становятся машины, тем быстрее ездят люди. И тем большему риску они себя подвергают. На каждые 30 лишних сантиметров ширины полосы водитель увеличивает скорость на 5 километров в час. Люди становятся беспечными. Это может драматически повлиять на пешеходов. Только в США машины ежегодно сбивают 116 тысяч человек. 6 тысяч из них умирают. И даже красный свет на пешеходном переходе не гарантирует безопасности. Поэтому сегодня автопроизводители сосредоточились на безопасности людей, находящихся в машине и вне ее. Спортивные автомобили могут быть кошмаром для пешеходов. Но их выбирают из-за современного дизайна. Недавно Ягуар представил первый в мире пиротехнический пешеходный разворачивающийся капот — современная деталь безопасности. При столкновении с пешеходом этот капот автоматически приподнимается, создавая эффект подушки, и тем самым уменьшая степень тяжести ранений. Но исследования показывают, что большинство автокатастроф происходят, когда водитель не видит пешехода. Например, ночью. В ответ ученые разработали первую в мире систему ночного видения. Это высокотехнологичное устройство использует инфракрасные камеры, чтобы различать пешеходов на пути автомобиля и вовремя предупредить водителя. Но подобные системы лишь подчеркивают ограничения водителя-человека. Это все, чем наши автомобили могут помочь нам уменьшить вероятность автокатастрофы. Люди совершают ошибки. В то время, как компьютеры менее подвержены ошибкам, они не злятся, не чувствуют сонливость и не отвлекаются. И они также могут управлять автомобилями. В науке катастроф это обозначают собирательным термином «активная безопасность». Луис Моррес из компании Chrysler объясняет, насколько контролируемая компьютером система предотвращения аварии быстрее, чем реакция человека. На то, чтобы защитить пассажира, у нас есть 100 миллисекунд или десятая доля секунды. Все ограничения движений должны сработать в этот временной интервал, и он не изменится. Но при активной безопасности у нас есть от 4 до 10 секунд, чтобы технически помочь водителю избежать аварии. Один из примеров — система торможения. Компьютер просчитывает действия водителя и ассистирует ему, включая полную силу торможения. А когда водитель снижает давление, компьютер систему выключает. В тестировании похожей системы в новейший прототип Вольво встроена система смягчения столкновения. Камеры и бортовые компьютеры просчитывают расстояние между автомобилями, их относительную скорость и траекторию, чтобы вычислить возможность столкновения. Машина автоматически затормозит, чтобы смягчить удар при столкновении. Нам предстоит проехать еще 50 метров. Я еду со скоростью 40 км в час прямо на надувную машину. Автомобиль затормозил автоматически. Мы столкнулись со второй машиной, но, как видите, мы снизили скорость удара. Когда машина видит, что столкновение неизбежно, она предупреждает водителя. И если это не срабатывает, она перенимает контроль и бьет по тормозам. Другие слабости человека тоже контролируют технологии. Производители сейчас разрабатывают систему предупреждения сонливости. Бортовые камеры, направленные на водителя, следят за такими важными физическими показателями, как частота моргания. Если машина подозревает, что водитель становится сонным, она направляет на него поток холодного воздуха и поднимает тревогу. Но могли ли все эти устройства безопасности спасти жизнь принцессы Дианы? Французские следователи заключили, что водитель Дианы был пьян. Судебная экспертиза автомобиля указала на то, что он ехал со скоростью не более 96 км в час. Так почему же она погибла? Ее местоположение на заднем сидении машины дальше от удара давало ей лучшие шансы на выживание. Но, как и миллионы людей, погибшие в автокатастрофах до нее, она не была пристегнута ремнем безопасности. Цена автобезопасности оценивается не миллиардами долларов, которые тратит на это отрасль промышленности, а миллионами жизней, которые потеряны в прошлом и тлеют в данный момент. Пока вы смотрели этот фильм, возможно, в автокатастрофах погибло более ста человек. И более половины из них напрасно, так как общество все еще не требует того, чтобы новинки безопасности были встроены в каждую машину. И чем безопаснее становятся автомобили, тем безрассуднее становятся водители. Люди всегда найдут способы разбивать машины. И если автомобили будущего станут еще более безопасными, следующий шаг в науке катастроф будет самым радикальным. Замена людей, сидящих за рулем, бортовыми компьютерами. Но людям нравится ощущение свободы, которое им дают автомобили. И ученые будущего должны быть более изобретательными, чем их предшественники, которые за последние 75 лет добились огромного прогресса в области автобезопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok